Отчаявшаяся от горя мать Ильи Макаренко пытается найти то место, где подозреваемый закопал ее сына. Валентина Ивановна уже приезжала к этим заброшенным строениям в Галенщино, чтобы своими глазами увидеть то место, где целый год пролежал ее сын. Сейчас она хочет лишь одного, чтобы эти разрушенные здания в лесном массиве садоводческого товарищества Ранет были снесены. Она считает, что это место может быть опасно и для других людей. Кто здесь будет искать, вот в этих особенно домах, в этих погребах? Я прошу, чтобы к администрации обращались, управление города, так сказать, благоустройство города, чтобы вот эти все снесли, хотя они в принципе снесены, но чтобы там нельзя вот эти подвалы как-то их засыпать, все разобрать, ну как-то сделать, хоть разровнять все это дело, чтобы там больше никого не закопали. В этот раз найти дом, где скрыли следы преступления, нам не удалось. Однако здесь можно наблюдать множество похожих разрушенных строений. По данным следствия, Илья Макаренко был убит 19 февраля прошлого года неподалеку от этого места. Как говорит Валентина Ивановна, мужчина отправился на встречу со своим другом, которого не видел 9 лет. По ее словам, они находились на улице, после чего незнакомые люди пригласили молодых людей в частный дом по адресу улица Галенчинская, дом 56, откуда Илья уже не вернулся. Он не появился дома на следующий день, и все близкие сразу поняли, что случилось что-то непоправимое. Родные обратились в полицию и сами отправились на поиски пропавшего. Потом начали мы ходить сюда, вот в Погаленчино, потому что еще был снег, и по мере таяния снега мы все время ходили, смотрели, ну может быть где-то что-то, хотя на нем была трехцветная яркая куртка, что если бы, вот даже первое время, когда мы искали, что если бы он где-то, как сказали, или замерз, или провалился куда, мы бы его нашли. Мы все просмотрели все колодцы, вот на Березовой все колодцы эти, канализационные, а потом по оврагу все смотрели канализационные колодцы. Как говорит Валентина Ивановна, никто из родных волонтеров не смог бы найти ее сына в этих заброшенных местах. Женщина считает, что подозреваемый сам сознался, где закопал убитого. Ну они, наверное, рассказали, я не знаю, я стараюсь не спрашивать, потому что мне тяжело спрашивать об этом. Но сказали, что задушили бельевой веревкой, и вдвоем вроде бы, и тот человек, который ему помогал, как бы умер. А этот вот остался, он в СИЗО. Тело убитого удалось обнаружить только через год. Валентина Ивановна постоянно следила за ходом расследования, и даже ездила на прием к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. В результате следствию удалось разобраться в этом запутанном деле. Отделение по расследованию особо важных дел о преступлениях в прошлых лет СК РФ Паризанской области проводится расследуемое уголовное дело по факту смерти Макаренко Ильи Анатольевича. В настоящее время лицо, совершившее преступление установлено, содержится под стражей. Расследуемое уголовное дело находится на завершающем этапе. Скоро состоится суд. Илью Макаренко похоронили 19 марта этого года. Молодому человеку в момент гибели было 28 лет. У него осталась дочка.